День всех ангелов, невидимых существ, или мы за духи называем, да? Божий духов и всякие плоти. Мы когда читаем молитву на певание, Божий духов, Господь творец неба и земли, Он наш Господь, и все они служат Ему, и мы должны подобиться им. В Ветхом Завете есть описание, как они кланяются к престолам, и старцы, и ангелы, и Господом восхваляют свят, 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 и все Божие. Господь Савао, все поют. И мы когда ходим в храм, мы учимся как ангелы быть. Учимся кланяться, молиться, всегда утром просыпаемся, молимся, в памяти всегда Господь. И мы должны каждый день, вот с утра до вечера, думать о Боге. Постоянно читать Иисусу в молитву, постоянно быть. Мы как ангелы, горять о Нем думаем, так и мы должны. Вот семья, монашество, вот все эти служения, для нас мы учимся быть людьми, учимся любить, думать. Вот, ребенок родился, мы о нем целый день о нем думаем, особенно когда младенцы. Вот так мы должны думать о Боге, еще больше. Как дышим, так и думать. Есть короткие молитвы Иисусова, есть длинные, вот, греческий вариант. Это короткая молитва. Господи, и Иисусе Христе, помилуй я. Это короткая, греческий вариант. А русский вариант? Господи, и Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мне грешного. Это русский вариант. Можете и так, и так читать. Можете еще короче. Можете на русском языке читать его. Планировать, чтобы постоянно думать о Боге. Быть как ангелы. Господь хочет, чтобы мы были счастливы. Как ангелы счастливы, Господь этого хочет. Согрешет, ты же она лекарится. Бежать в храм. Такое место, знаете, остров в бушующем море. Это рай на земле. Вот поэтому мы должны об этом помнить. Мы должны все время ходить на службу. Постоянно молиться. Что не пропускать ни одной службы. Только одни дни особенно. Как недавно я услышал от одного свечения. Да, он говорил и прикал, правда, граждан своих о том, что они пойдут на службу, например, в четверг или в субботу. И обосвесение решает, что ну я пошлю. Я же была в субботу. Не пойду. И вот батюшка говорит, что день воскрес, но он самый главный. И главнее всех праздников. Главнее праздника Архангела Михаила. Главнее праздника Николая Чудотворца. Главнее всех праздников это наш Господь. Это воскресение Христова. Это единственный день по заповедям, который мы должны удостоить. Быть на этой службе. И постоянно молиться нашему Господу, который воскрес, который нас ждет, который нас любит. Прочитал Святого Отца, что дело Божие это миловать и миловать. Вот мы должны к нему бежать. Аминь. Еще хочу сказать, что у нас сегодня день рождения. У Александра. Вот у нас это Руженицы. Вот этот период. Почти год, как я здесь. Почти год. Вот буквально несколько там недель буквально. На ноябре, декабре я пришел. Вот и как мы потрудились с вами. Как мы дружны с вами стали. Уже всех друг друга почти знаем. Ну, по крайней мере, наша община. Кажется, мало новых людей. Но они были летом, по крайней мере. Сейчас такой период. Это коронавирус. Тут и болезни. Тут такие. Учебы начались у многих. То есть проблема. Но мы должны, потому что ответственный день быть на службе. Кто-то боится, может быть, заходить вообще куда-то в коллектив какой-то. В магазине, там, в храм бояться. Но можно найти, в конце службы зайти. На канон евхаристический, когда участие совершается. Быстенько прочиститься и бежать домой. Можно и таким образом. Пожалуйста. Но в храме будет обязательно молиться. Вот помимо домашних молитв. И Господь нас, так сказать, его дело нас умиловать, и не любит нас Господь. Ну, конечно, это говорим от прочитанного. Мы не святые. Я тоже это говорю от прочитанного. Был бы я святой, я это говорю от своего опыта. Ну, от прочитанного говорим. Поэтому мы все, так сказать, растем. Дай Бог, что мы приобрели эту благодать, как и старцы имели. Вот они нас учат. И вот сегодня мы с вами отходим, боремся. Теплый храм. Сегодня на улице тепло, правда. И храм тепло. Все для нас есть. Позвольте, икона есть. Шрам есть. Отопление есть. Алтарь. Все. Облачение все есть. И было бы красиво не ходить в этот храм. Сука, люди вложили и денег, и внимание, и переживаний, да, и звонков, и суета была, конечно, и без нее. И все, и для чего, чтобы люди ходили. И, например, если храм будет пустой, тогда будет очень обидно и священнику, и все, кто трудился, скажут, как так? Почему? Для чего тогда? Ведь это святая святая здесь. Главнее, ничего в Вознесенке нету. Ни родной дом, ничего главнее нет, как этого престола. Вот это самое главное. Ни базу, ничего нет. Ни дом. Это самое главное храм Божий. Вот. И, как припоминается в некий момент такой, вот такой митрополит Иван Анисимов. Это одни из оставшихся митрополитов. И вот, когда уже из тюрьмы его отпустили под приказом Сталина, и они собрались митрополитов в монастыре, приехали, и вот ее из него уже он обезножил на носилках. И на носилке нес некий какой-то иеромонах Серафим, молодой, иеромонах. И они буквально вот два-три слова он достал крест из своей сумочки. Меня, говорит, Серафима, молодого, перекрестили, спросил, ты чей их? Он говорит, я Севастьяна Карагандинского. Ну, духовно чадами. Ты чей их? Ты чей? Никакого прихода, никакого чада духовного. Кто у тебя духовник? Ты чей будешь? Он говорит, с хиархимандрита Севастьяна Карагандинского. Он говорит, отныне ты мой духовник. Видите, вот какая-то связь духовная есть у людей. У вас должна быть связь с приходом. У нас должна быть связь с приходом. Самые лучшие друзья здесь. Христиане. Даже не одноклассники. Потому что все свои заботы, все люди мирские. Мы должны искать друзей на приходе. Переехали в Казахстан, переехали в Краснодар. Сразу приход идем, ищем друзей по духу. Христиане, мы христиане с вами. И вот сегодня у нас праздник христианки, христианы. Вот. Сколько трудов было, сколько было и переживаний, и слез, сколько было у нас сомнений. Как трудились всегда? Конечно, если бы не было такой ревности, веры, надежды, любви, конечно бы нам бы не удалось так сделать. И Господь будет нам помогать. Вот увидите, если Бога Божия, если мы будем достойны, Господь видит наши сердца. Он хочет нам помочь. Мы должны сильно стремиться. Вот. Пожелаем Александре такое же стремление, чтобы она не угасала. Как вот старт она дала, хоть и старт будет и до финиша. Все время и в жизни, и в церкви, во всех трудах. Чтобы она не болела у нас. Потому что это сразу будет допустим. Потому что мы сразу теряем какую-то силу. Вот. Конечно, за все эти времена она была самая виноватая у нас. На меня ничего не скажешь, потому что я, так сказать, священник тут. Кто виноват? Александра. Вот. Она претерпела. Она старалась, конечно, так сказать, и были у нее там внутренние противоречия, может быть, что-то еще. Она не старалась, так и все мы стараемся, да? Вот. Надо ее живеть. Вот. Дай Бог, пожелаем Александру, чтобы она была всегда радостной, чтобы у нее было стабильно, хорошее настроение, чтобы в семье все у нее было хорошо и ладилось. Что еще пожелаем? Чтобы она не болела, чтобы улыбалась почаще, да? Вот. Чтобы руки не опускала, требовала, просила и выполняла. Александр, поздравляем тебя. Желаю тебе много лет жизни. Долгодесной, мильной, святи во всем благою успеши, поспешенье подашь, Господи, про битву Александре и сохрани нам многое лето. Благое лето, многое 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 лето. Мы всех вас поздравляем с Днем Ангела. Все крещеные люди празднуют сегодня День Ангела, тот, который с нами до 40-го дня нашей смерти. И дай Бог, я повторюсь трижды уже, да? Дай Бог всегда, чтобы Ангел-Хранитель нас подвел нашему Господу готовыми, смиренными, чистыми, раскаившимися и полны добрых дел. Аминь. Аминь.